Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, уважаемые зрители! Православная Церковь в эти дни продолжает праздновать праздник, который называется Сретение, что в переводе на русский язык означает встреча. Этот праздник считается сугубо молодежным праздником. Почему же так? И вот мы с вами рассмотрим это. Но прежде всего несколько слов скажу о самом празднике. Что означает эта встреча? Кого с кем или чего с чем? Это означает встреча человека с Богом и Бога с человеком. Господа Иисуса Христа, Бога Младенца Иисуса принесли по ветхозаветным правилам, по ветхозаветному обычаю в храм посвятить Богу. Мы знаем из нашего догматического учения, что Господь имеет два естества – природу божественную и природу человеческую. И вот здесь произошла встреча. Встреча старца Симеона, которого Церковь называет богоприимцем, с Господом нашим Иисусом Христом, которого он взял на руки и произнес песнь. «Ныне отпущаешь, и владыка раба твоего, по глаголу твоему с миром, потому что видели очи мои спасения твои, которые ты уготовил пред лицем всех людей, светло откровение языков и славу людей твоих Израиля». Этот старец жил более 200 лет. Этот старец был весьма ученым мужем. Его египетские цари Птоломеи просили перевести священные тексты Ветхого Завета с Иврита на древнегреческий язык. И не только его, но еще других толковников, которых называли так, то есть переводчиков. Их 70 толковников. Вот в числе их был праведный старец Симеон. Этот праведный старец Симеон переводил книгу пророка Исаии, и когда он дошел до хорошо известного места, где написано было «Все девы во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануи, что значит с нами Бог». Он засомневался над словом «дева», потому что как «дева» может родить? И хотел изменить это слово и написать «жена». Но явился ангел и сказал, ну смотри, этого не делай. Но поскольку ты не поверил, ты будешь жить до того времени, когда это случится. Когда Мессия придет на нашу грешную землю. И вот он дожил до этого времени, ему Дух Святый известил, и он пришел в храм, где были священник Захария, святое семейство Иосиф и Пресвятая Богородица Дева Мария. И стареца, которой было 84 года, пророчица Анна. Вот. И вот произошла вот эта встреча. Принесли Агнца Божия, который берет на себя грехи всего мира. И старец Симеон его встретил. Какое значение имеет для нас, для всех, вот, эта встреча? Эта встреча с Богом. Встреча с Богом у человека, если это человек верующий, она проходит эти встречи регулярно. Когда он молится, когда он приходит на богослужение, когда он читает священные книги, когда он участвует в таинствах церкви. Вот. И это все встречи. Но есть генеральная встреча, когда человек переходит в пределы времени и вступает в вечность. Вот к этой встрече нас церковь приглашает приготовиться, чтобы эта встреча была хорошей. Когда эта встреча бывает хорошей, так, чтобы человек и на земле жил достойно и Царство Небесное наследовал. А тогда, когда он будет в единении с Богом. Господь говорит, без меня вы не сможете сделать ничего. В смысле созидательного и доброго. И поэтому вот это соединение, оно для каждого человека необходимо. Но поскольку есть свобода, которую Господь дал, поэтому человек может вот эти встречи делать регулярными, а может вообще не встречаться. И поэтому с самых малых лет жизни человека его приглашает в церковь. И вот у нас в церкви совершается крещение, вот, младенцев. И в это же время совершается воцерковление, то есть на сороковой день. Приглашается на участие в таинствах в церкви. И когда человек вот этот заряд получает, то он действительно свои творческие способности естественные, он их еще более умножает. Действительно, такой человек становится личностью. Церковь нам говорит о том, что человек сначала должен увидеть, познать Бога. Как познать Бога? Есть естественный способ Богопознания, когда мы рассматриваем вот этот тварный мир, как апостол Павел говорит. Невидимая его сила, Бога и Божество, через рассматривание творений, становится видимыми. Как рассматривать творение? Это получение образования и среднего, и высшего, когда мы изучаем законы, по которым мир живет и движется и существует. Это тоже богословие. Вот, потому что видим, как премудро устроен мир. Как радостно смотреть нам на этот мир. Как он, все в нем гармонично. Но есть и сверхъестественное познание, то есть, когда человек уже участвует в молитвах, участвует в таинствах церкви. И вот сочетание этих богопознаний естественного и сверхъестественного делает человека действительно настоящим человеком. Человеком, который любит Бога и ближнего. Соблюдает тот закон, который Творец нам дал. Это очень важно, потому что лучшего закона никто предложить не может. Творец нам дал закон. Какой это закон? Любить Бога и любить ближнего. Не делать другим того, чего не желаешь себе. Поступать по тем законам, которые написаны в текстах Священного Писания. И любить ближнего, как самого себя. Кто наш ближний? Ближний этот человек, который оказался рядом с нами на жизненном пути. Которого мы должны, если он нуждается в этом, голодного накормить, жаждущего напоить, ногого одеть, больного посетить, странника принять. То есть сделать максимально так, чтобы этот человек был доволен и необходимое имел. И вот к этому церковь нас постоянно призывает. И, конечно же, молодежь. Если человек с молодых лет вот в это направление, в эту нашу веру православную он пришел, то, конечно, из этого человека будет человек настоящий. Как и показывают нам участники этой встречи в храме Иерусалимском. Посмотрим. Ну, Господь Иисус Христос, совершенный Бог, нас раден, ставший совершенным человеком. Ну, конечно, недостижимое такое вот наше соответствие с Ним. Божия Матерь, Пресвятая Дева, которую мы называем честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим. Которая жила на этой земле, вот, соблюдая тот закон, который дал нам Бог. Старец Симеон, про которого мы говорили, который был переводчиком, тоже жил. И вот, исполнив свою лебединую песнь, он ушел в мир вечности, в Царство Небесное. Вот. Старица, 84-летняя, которая жила, вот, с мужем 7 лет, как говорит нам в Священном Писании. И потом была, находилась в храме, пребывая день и ночь в молитвах, в постах и молитвах. Вот эти, ну, сам священник Захарий, вот эти лица, которые в этом празднике участвуют, они нам дают прекрасный пример. Вот. Ведь почему мы почитаем святых? Для того, чтобы мы брали пример, как апостол Павел говорит. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на конец их жизни, подражайте вере их». И вот, действительно, если мы сматываемся в эти лица, в этих людей, видим, да, действительно, какой высочайший пример, которому мы с младых лет должны следовать. Тогда народ будет настоящим народом. В греческом языке есть три слова, которые обозначают народ. Народ – лаос, то есть народ Божий. Народ – демос, то есть слово демократия, демократичная. И, наконец, народ, который означает охлос, толпа. Так вот, чтобы мы не были просто толпой, или, как в русском языке говорят, охламонами, нужно, конечно же, постоянно совершенствоваться, восходить от силы в силу, постигать знания. Это же тоже образование, это образ Божий в себе просвещать. И, наконец, обращаться, обращаться к Богу. И тогда человек, действительно, по примеру святых, станет земным ангелом и небесным человеком. Мы сегодня живем в непростом времени, в тревожном времени. Поэтому очень важно сеять вот эти семена мира и любви, чтобы мы, живя здесь, в Казахстане, где проживает множество национальностей, множество конфессий, мы стараться все силы приложить, чтобы была у нас дружба, мир, взаимопонимание и любовь. Поскольку любовь – это самое высшее благо. А любовь, как мы знаем, она долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не мыслит зла, не ищет своего, все покрывает всему вере, всего надеется и никогда не перестает. Вот к этой любви мы призываемся нашими церковными праздниками и сегодняшним праздником, который называется «Сретенье» или «Встреча». Пускай эти встречи с нашим Господом будут регулярными, с тем, чтобы приготовиться к такой генеральной встрече, встретиться со своим Творцом уже за пределами этой жизни и наследовать Царство Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok